Всем привет! На связи Моника и первым делом я хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом! Поздравляю от всей души! Ну а теперь, я думаю, из названия вы уже поняли, что сегодня мы будем разговаривать про уходовую косметику. Вообще, уходовая, ну или ухаживающая косметика, это далеко не часто гость на моем канале. Все потому, что я сливаю основную часть своих свободных средств на декоративную косметику. Да. В плане ухода, зато я могу гордо заявить, что я человек рациональный и сдержанный, потому что я в основном покупаю одну позицию средства, которое мне нужно. Перед этим я читаю отзывы обязательно, ну в основном. И часто бывает так, что средства мне подходят, тогда я добиваю его до конца и покупаю следующие. Поэтому вот эти баночки копятся, но проходят где-то, ну, несколько месяцев, а то и полгода, кстати, прежде чем я решаю о них рассказать. Постаралась здесь собрать, ну, не самые такие, знаете, стандартные средства. Конечно, здесь будет чуть-чуть Невей, чуть-чуть маленького Марсельца. Но это потому, что эти средства того заслуживают, честно. Хочется про них рассказать, поэтому я не собираюсь на них останавливаться на полчаса. Но в основном здесь будет два сегмента. Низкий ценовой сегмент и большую часть его будут составлять белорусские средства, потому что я живу в Беларуси и у нас здесь много белорусской косметики. Также средний ценовой сегмент, это уже больше в сторону Каэщины. И последний маленький дисклеймер для тех, кто первый раз на моем канале. Во-первых, я вас приветствую, я рада, что вы сюда заглянули. Во-вторых, описываю ситуацию, перед вами сидит человек, которому 27 полных лет и у которого кожа склонна к сухости. Особенно в зимний период, а сейчас зимний период, елка тому свидетельство, батарея жает, кожа страдает. Это кратко о моей жизни. Вот, поэтому я стараюсь ее деликатно умывать, хорошенько питать, увлажнять и вовремя сшелушивать ороговевшие частички. Ну что ж, на всем этом, я думаю, пора заканчивать вступительную часть и переходить к основной. Так что приятного вам просмотра. Ну что ж, давайте начнем с умывания. Начнем с глаз. Кстати, у меня чувствительные глаза, они постоянно краснеют, они не любят ужасно даже обычную воду водопроводную, сразу же психуют. Ну, то есть я чувствую дискомфорт, если выражаться человеческим языком. Плюс я ношу линзы. И обычно я смываю макияж, когда я еще в линзах, хотя, по-моему, так делать неправильно, но так мне удобнее. Так вот, долгое время сидела на такого плана двухфасках от Биленды. Это польский бренд, относительно недорогой, ну, конечно, смотря с чем сравнивать, но в целом нормальный по цене, и его часто хвалят за его качество. Я использовала несколько таких двухфазок. Сейчас у меня с органовым маслом вот закончилось, перед этим была с хлопком, по-моему. Ну, их там у них очень много, но честно, я не увидела разницы. По сути, это нормальные двухфазки, которые хорошо снимают макияж с глаз, но оставляют за собой, конечно, такой жирный слой, потому что они и двухфазные. Там есть слой масла и слой воды. В плане чувствительности глаз все окей. Почему я от них решила передохнуть? Потому что меня бесит этот жирный слой. Хотя, естественно, я потом умываюсь, но все равно мне очень неприятно, когда на глаза попадает масло, и плюс из-за того, что у меня линзы, может пойти такая пелена по глазам. Хотя, я не знаю, может быть, у тех, у кого нет линзы, она тоже идет. Поэтому я решила от них отдохнуть, хотя, в целом, ничего плохого сказать не могу, только что расход большой, но что ж поделать. Купила вот тот самый лютый масс-маркет, о котором я обещала долго не рассказывать. Купила Невею. Нежное средство для удаления макияжа с глаз с пантенолом. Для чувствительной кожи вокруг глаз. И знаете, пока что я прям довольна. Удаляет косметику хорошо, но замечу, что я не пользуюсь водостойкой тушью, поэтому тут я ничего не могу сказать. Обычную тушь, тени, вот это вот все, что примерно у меня сейчас на глазах, удаляет где-то за два захода. Ну, мне кажется, с таким количеством теней, что у меня вот любое средство с одним ватным диском не справится. Нужно два диска. И действительно не щиплет глаза, в общем, все окей. Единственное, что расход тоже конский. Вот буквально пару недель у меня это средство, и уже, ну, практически одна третья ушла. Ну, ладно, одна четвертая, хотя мне кажется, это уже больше ушло. Поэтому да, но мне нравится, что нету жирной пленки. Вот это круто. Так что, Адаб Эмс можно пользоваться. Переходим к гидрофильным бальзамам. Здесь тоже будет два кандидата, но один из них уже более интересный. Это гидрофильный бальзам от бренда Physicians Formula. Да, если кто не знал, Physicians Formula теперь делает не только декоративную косметику. К сожалению, не смогу вам показать уже консистенцию, потому что это относится к разряду супер пустых банок. Да, я даже эту банку помыла, потому что она мне там нужна была для кое-чего. В общем, не срослось ли, не важно. Но я все помню, я все помню про этот бальзам. Я сейчас вам вкратце все расскажу. Забегая вперед, скажу, что средство классное, мне очень понравилось. Вот это то, что я хочу видеть в бальзаме. Во-первых, консистенция одновременно и плотная, то есть это не мягкое вещество. Оно выглядит ровным, но оно очень легко отрезается шпателем, скажем так. Оно очень легко набирается. И когда попадает на пальцы от тепла рук, оно начинает таять. Поэтому распределить по лесу его просто можно моментально. Вообще нет никакого сопротивления. Плюс хорошо растворяет косметику. Плюс, что тоже важно, легко очень смывается. То есть не нужно до ума помрачения стоять и смывать, смывать, смывать этот масляный слой. Нет, оно классно легко уходит и уходит вместе с ним весь макияж. Я очень люблю именно эти качества в гидрофильных бальзамах. Поэтому, честно говоря, я бы с удовольствием повторила покупку. Но здесь есть два маленьких нюанса. Во-первых, вес, к сожалению, небольшой, всего 40 грамм. А цена наоборот. Ну, не то чтобы супер большая, но тем не менее и не совсем маленькая. Поэтому пока что я морожусь, но имею это средство в виду, оно вот вообще не уступает моим любимым каэйским бальзамчикам. Таким как Банилоко и еще один, который я забыла название, но я обязательно его здесь напишу где-нибудь. А, да, ну чуть не забыла, аромат у него тоже был приятный, ненавязчивый, легкий. Что-то вот вроде как зеленый чаек или что-то такое. Ну, по-моему, просто супер. Но на случай моментов, когда просыпается жаба и начинает меня душить, у меня есть другое средство. Гидрофильный бальзам от Organic Kitchen в коллаборации с Геворгом. Bad Day Remover с маслом черного тмина и с активированным углем. И да, он черный, если вдруг кто не знает. Сначала меня это очень прикалывало, потому что когда ты наносишь его на лицо, оно становится серым, таким, знаете, чумазеньким. И можно ходить и пугать людей. Но сейчас, честно говоря, я уже привыкла, это у меня где-то в общей сложности вторая банка, и меня это уже немножко бесит. Не знаю почему, ну как-то не знаю, не нравится мне уже этот эффект черного лица. Хочется какого-то ощущения чистоты, что ли, когда ты размазываешь по себе черную массу, у тебя как-то все наоборот идет. Но это, конечно, субъективщина. К счастью, эти черные ошметки не оставляют следы в раковине и в ванной, иначе бы я просто бальзам бы убила. Но нет, все нормально в этом плане. По характеристикам он неплох, он справляется со своей задачей, он действительно хорошо растворяет макияж, он наносится, он смывается. Но если уже сравнивать его с чем-то подороже, то, честно говоря, вот этот бальзам по характеристикам, конечно, мне нравится больше. Он легче наносится, он как-то веселее смывается, вот все в нем поживее происходит. Здесь консистенция более маслянистая, поэтому чуть дольше времени я провожу в ванной, убирая этот бальзам. Но в целом, как я уже сказала, как бюджетная альтернатива вполне себе можно покупать. Кстати, мало ли не знаете, хотя эта тема популярна, у Ругани Китчен есть еще другой бальзам в коллаборации с Адель. И в нем такой желтенький цвет, и он пахнет таким лимонным пирогом. Такая к тому, что если не хочется на себя что-то черное намазывать, можно купить тот бальзам, потому что они абсолютно одинаковые по характеристикам. Этот отличается ароматом. Он пахнет чем-то, ну, таким, со свежестью небольшой, с кислинкой. Нейтральный для меня аромат, ни да, ни нет, я ему говорю. И этот отличается цветом, ну и, конечно же, мордочка Геворга. Ну, то есть, лицом Геворга, извините, я не хотела никого обидеть. Поэтому, если вам нравится Геворг, то можете его поддержать. И сейчас мы подобрались к третьему этапу моей рутины умывания по вечерам и к первому и единственному по утрам. И здесь я хочу рассказать про две деликатные умывалки. Почему деликатные? Почему я постоянно повторяю это слово? Потому что для меня это основной кайты и выбором. Как я ищу деликатные умывалки? Во-первых, я ищу их в низком ценовом сегменте, потому что я искренне считаю, что вот именно гель для умывания, там, или пенку для умывания можно сделать и в недорогом сегменте хорошую. Как я их ищу? Я ищу те гели, в которых нету в составе лаурет и лауил сульфата. И поэтому я не хочу сказать, что если там есть лаурет сульфат, ну, если там есть лауил сульфат, то нафиг, извините меня, нафиг эти умывалки, просто выкиньте их, если вдруг у вас каким-то чудом именно лауил оказался. Такое нам не надо. Но если есть лаурет сульфат, я понимаю, что, возможно, формула сделана все равно хорошо, и умывалка сушить не будет. Но тут не угадаешь, понимаете, когда ты не химик, в общем, когда ты не работаешь на этом производстве. Либо повезет, либо нет. А вот если вообще нету сульфатов, то для меня, например, вероятность того, что умывалка будет плюс-минус деликатной, возрастает в большом объеме. Так вот, короче, чтобы вас больше не грузить, показываю просто, что у меня было. У меня был вот такой миндальный кэбовый гель для умывания бренда Liren. Это польский бренд. Мне он очень понравился. Он с пантинолом, деликатно очищает и освежает все типы кожи, особенно чувствительная, сухая и покрасневшая. Скажу так, деликатная действительно умывалка, не особо пенится, если вам это вдруг важно, то нет, пены здесь не ждите, но особенно если вы не используете какие-то дополнительные губки, спонжи. Я, например, умываюсь, просто растирая гель между ладошками. Поэтому пены не будет, но я ее и не жду, потому что здесь как раз-таки нету того, о чем я вам говорила, ни лаурет, ни лаурет, ни лаурет, сульфата. Здесь мягкая умывательная штука под названием какомидопропилбетаин. И еще просто бетаин. С тем, чтобы убрать макияж, особенно тональный крем, она не справится. Опять же, если там теть кожу с кожем, то, наверное, справится. Если умываться ладошками, то возле крыльев носа ставится тональник, ну и еще где-то по периметру леса. Поэтому для снятия макияжа не советовала бы, а вот именно как деликатную умывалку советовала бы. И еще в два раза более бюджетная штуковина, это чистая линия, 100% органик, алоэ вера, мицеллярный гей для умывания, без парабенов, отдушки и красителей. А также, опять же, без лаурет и лаурет и лаурет сульфата. Просто чудо! Я сам покупала на Валве из-за смешной цены в 4 белорусских рубля. В магазинах стоит подороже, но все равно в магазинах стоит это примерно в районе 2 долларов. Вообще шикарная вещь. Они в целом похожи по характеристикам. Эта штука тоже ни черта не пенится, но мне и не надо. Она не снимает макияж до конца. Ну пробовала я просто даже в рамках отзыва, так сказать. Но тоже ладно, есть и без себя кто справится с макияжем. А именно как деликатное очищение, прям супер. И она, кстати, немножко скользкая. Мне кажется, может быть потому что здесь есть алоэ вера. Не знаю, но прикольно так. Ощущается как-то более скользковато, нежели, например, это. Короче, я очень довольна, потому что за такие деньги это прям во. Дальше я хочу рассказать вам про пилинги и скрабы. Первый кандидат на рассказ это скраб. Вообще скрабироваться в 2021 году, ну такое себе, правда. Сейчас уже как-то все-таки в ходу больше у всех кислоты. И я обожаю кислоты. Но иногда, иногда хочется прям отскрабировать кожу. Вот прям как раньше. Знаете, такое рудиментарное желание почувствовать под подушечками пальцев эти злостные скрабирующие частички. Причем я говорю сейчас не о частичках из целлюлозы, которые в принципе не травмируют кожу. В этом скрабе скрабирующие частицы из пемзы. Я не шучу. Здесь на третьем месте в составе пемза. То есть вулканическое образование. Ух, мощно. Что же это за скраб такой? Это скраб от бренда Evoluderm. Называется он по-французски, если я правильно понимаю. Я французским языком не владею, поэтому коверкать его не буду. Если что, кстати, я знаю за собой гришок. Не всегда я называю полностью средство. Поэтому я все пропишу внизу в инфобоксе. Заглядывайте, если что-то заинтересовало. Так вот, эта штучка, она в себе содержит и увлажнение, потому что здесь написано эксполирующий крем и увлажняющий. За увлажнение, ну как бы, как сказать, за увлажнение. В общем, за питание, я бы так сказала, и за смягчение отвечают два ценных масла. В составе органовое и масло поимулы. Почему я не согласна с тем, что масла могут увлажнять, потому что в маслах нет воды. Хотя, конечно, здесь могут быть другие увлажняющие компоненты. Но не важно. В общем, что я вам расскажу. Во-первых, эта штука хорошенько скрабирует кожу, ну еще бы, пемза. Но, во-вторых, она в использовании очень приятна, потому что вся эта пемза содержится в жирненьком кремушке, который легко распределяется по коже и которым приятно пользоваться. Это все дело очень приятно пахнет. И прощай, крышечка. Не могу описать аромат, но он мне нравится. Он как будто бы такой природный, мягкий, чуть-чуть с маленькой горчинкой. Но, в общем, аромат мне заходит. Знаете, что-то миндальное в нем я чувствую. Немножко отголоски. Я бы не начинала даже разговор о этот скраб, если это был классический скраб. Ну, скраб можно найти в любом ценовом сегменте. Вон вперед, чистая линия с абайкосовой косточкой. Бей и пользуйся. Но что мне здесь очень понравилось? В этом креме от Evoluderm действительно, наверное, есть масла или что-то такое. Но обычно, когда я использую скраб, а я его обычно использую в ванной, я выхожу из этой ванной и пулей лечу увлажнять или питать свою кожу. Мне стягивает кожа скраба. Здесь же, после использования этого чуда, я выхожу как королева. Мне не нужно ничего делать с кожей. Она себя чувствует прекрасно. Я считаю, что, наверное, в составе действительно есть масла или что-то подобное, которое образует, возможно, на коже пленочку. Типа парничка, знаете, через которую не испаряется влага и кожа не чувствует сухость. Ну, как бы там ни было, конечно, утверждать на 100% я не могу, но что-то там работает благотворно и эффект этот очень приятный. Эффект мягкой кожи после скрабирования – это классно. Но это не отменяет того факта, что, по моим подозрениям, все-таки частички пемзы немножко травмируют кожу. И все-таки я бы рекомендовала, наверное, вам либо выбирать скрабы на основе целлюлозы, либо пользоваться кислотными пилингами, там, пилингами-скатками на основе кислот и так далее. Но если хочется старого доброго скрабирования, можно обратить внимание и на этот крем. Второй кандидат на рассказ – это уже средство, которое эксфолирует кожу с помощью кислот. И это пилинг-диски для лица от бренда BioWorld. Это белорусский бренд. Так, у нас написано «комплексное омоложение». В общем-то, у них всего два вида этих дисков. Один для комби и жирной кожи, а второй вот для комплексного омоложения. Ну, омолозиться никогда не помешает. 50 здесь штучек. И это уже вторая моя банка. И знаете, после первой банки я дала себе зарок, никогда больше не покупать эти пилинг-пэды. Но, как видите, зарок не сработал. Почему такое полярное отношение? Сейчас расскажу. Во-первых, что собой представляют эти пилинг-пэды? Да, здесь очень милая баночка, здесь какой-то лабиинт, тига. И, в общем, все очень мило, но все очень бюджетно. Потому что здесь всего лишь пизанская башенка из 50 обычных ватных дисков, смоченных в пропитке. Если вы когда-нибудь пользовались здесь, или хотя бы залипали, как я, на каэйские пилинг-пэды, возможно, мы видели, что там диски такие довольно-таки интересные. Там есть какие-то массажные пупырышки. Есть даже иногда кармашки для пальцев, чтобы так надеть диск на палец и им уже протирать лицо. У нас все по бюджету. Но, с другой стороны, ценник, в общем-то, раза в... И, наверное, дешевле, чем ценник среднестатистический на те же каэйские пилинг-пэды. Поэтому все честно. Моя претензия не совсем в этом. Хотя, честно говоря, да, мне хочется чего-то более лухарного. Но это другой разговор. В общем-то, нет. Претензии мои в основном не в этом, разумеется. А претензии в том, что вот этой пропитки, которая здесь, ее очень мало. И если те диски, которые вот тут содержатся внизу, то есть они еще более-менее пропитаны, то те диски, которые сверху, они полусухие, практически сухие. И когда я протираю ими лицо, он меня просто скукоживает. Меня даже сейчас скукоживает внутри, когда я об этом рассказываю. Я вот ненавижу это ощущение, когда такой полусухой диск дотрагивается до леса. О, мне прям нехорошо сейчас, вот честно. Возможно, это моя индивидуальная реакция, поэтому не знаю. Но замечу, что при этом, что мне нравится в этих дисках, то, что даже первые диски, которые, казалось бы, полусухие, они хорошо работают. Они действительно эксплуируют кожу. То есть кислоты здесь в нормальной такой дозе. Я больше вам скажу, если вы совсем новичок в кислотах, то, пожалуйста, поосторожнее с этой штукой. Ни в коем случае любые кислоты не наносите на влажную или мокрую кожу. Нельзя. Они тогда еще в несколько раз сильнее работают, и вы можете себе заполучить ожог. Даже если не сразу, то, ну, так скажем, накопительный эффект может быть не очень хороший. Но это мы отступили от темы. Так вот, в плане работы, вот что самое интересное, у меня прям претензий нет. Кожа после них гладкая, отполированная, и мертвые частички удалены. Все круто. Но то, что я вам объяснила, это то, что меня останавливало от покупки второй банки. А что ж я купила вторую банку? Ну, во-первых, из-за того, что, да, как бы победила трава, а еще что они все-таки хорошо работают. А во-вторых, я прочитала лайфхак, очень полезный, от одного отзыва на сайте I recommend. В общем-то, он простой, как просто, не знаю, как день и ночь, ребята. Нужно всего лишь перевернуть банку после покупки вверх дном, и та пропитка, что собралась здесь, естественно, стечет и равномерно более-менее пропитает все диски. Я после покупки так сделала, они у меня постояли, там, буквально, не помню, наверное, сутки, и действительно это сработало, представляете? Прям неожиданность. Вот, и после этого с дисками стало как-то комфортнее иметь дело. Поэтому, смотрите сами, надо вам или нет, но скажу, что вещь рабочая, в общем-то, если вас не смущает то, что тут немножко использован бюджетный подход, даже в том плане, что нет никакой лопаточки, и нужно очень аккуратненько ноготочками подцеплять диски, ну, либо же пинцетиком. Поэтому смотрите, чтобы они не слипались между собой, потому что они тонкие, вы можете достать и два, и пять одним махом, как нефиг делать. Короче, если вас все это не смущает, то, в принципе, пользоваться можно. И последний, но не худший, а наоборот, я бы сказала, лучший кандидат в плане пилинга, о котором я хочу вам рассказать, это сыворотка от бренда, по-моему, он правильно называется Art & Fact, но здесь написано просто факт. Это российский бренд, недавно он вышел на рынок, и его концепция в чем-то похожа на концепцию бренда V.OZNI. То есть, такие, скажем, простые, но рабочие средства, если вкратце. Короче, сыворотка мне очень нравится. Честно, это, наверное, лучшее, ну, нет, не лучшее, но одно из лучших средств на сегодня. Ну, то есть, я имею в виду из того, о чем я сегодня вообще рассказываю. В чем здесь фишка? Здесь гиалуроновая кислота в 2% содержании и молочная кислота в 5% содержании. Также есть такой VN-сыворотки, но с 10% молочной кислотой для тех, кто уже более поднотаил в кислотах, кому нужно побольше именно эксфолиации. Я решила начать с 5% и, честно говоря, меня это полностью устраивает. Мне даже 10 как-то, ну, интересно попробовать, но 5 тоже хватает за глаза. В общем, я ее просто обожаю, потому что не вижу в ней ни одного минуса, а плюсов, мощных таких плюсов 2. Очень круто увлажняет и классно эксфолирует. Вот когда я использую эту сыворотку, мне не нужен ни этот пилинг-пэд, ни то, что я вам там вообще показывала, ничего мне не нужно, кроме нее. И так кожа очень мягкая, ровная, гладкая, выравнивается цвет лица, вот действительно. Я ее начала использовать второй раз, где-то, наверное, ну, с неделю-полторы назад, и я уже замечаю, что цвет лица очень сильно выравнился. Это так круто. Почему я говорю, что начала ее использовать второй раз? Потому что сыворотка идет курсами. Курс 2 месяца, и потом, по-моему, на те же 2 месяца перерыв. Ну вот, получается, я и пользовалась, наверное, в конце августа и конце октября. Да, потом я сделала перерыв почти на 2 месяца, и вот где-то в последнюю неделю декабря я ее снова схватила, потому что не могла больше терпеть. Мне захотелось ей опять начать пользоваться. Короче, вещь прям очень зашла. Не знаю, что про нее еще сказать. Единственное, что аромат у нее такой специфический. И именно молочка, по-моему, и так пахнет. Ну, это вот прям, знаете, аромат компонента. То есть, это не отдушка какая-нибудь сладенькая, вкусная, фруктовая. Это очень специфический запах самой молочной кислоты. Я так говорю, потому что у меня раньше когда-то, когда я ваила мыло, у меня была прям концентрированная молочная кислота в бутыльке. Да, ее, кстати, можно добавлять в мыло. В мыло с нуля. Вот. И я знаю, как она пахнет. Это ее запах. В общем, не совсем приятно, но на коже особо не ощущается. И это такой маленький минус, который эти большие плюсы закрывают просто со всех сторон. Я на нем вообще не акцентирую внимания. Соответственность для волос у меня пока что всего одно, про которое я хочу вам рассказать. И если сейчас я покажу вам про какое, вы, наверное, скажете, серьезно? Густое масло для волос? Горчичный отфитокосметик? Серьезно, девочки? Что мы о нем еще не слышали? Да ну, там, наверное, почти у всех уже перебывало. Кому-то подошло, кому-то нет. Но, 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 не спешите выключать видео. Просто здесь есть одна любопытная фишка. Как можно использовать это масло так, чтобы усилить его эффект? Об этом я тоже узнала на сайте I Recommend. Я напишу имя автора, который написал про этот способ, где-нибудь здесь. Почему я постоянно напоминаю этот сайт? Потому что я сама там пишу отзывы и частенько просто зависаю, считаю те отзывы, которые меня заинтересовали. Так вот. Одним из них был отзыв на горчичное масло. И там автор предлагал не самый обычный способ его использования. Может быть, это то, что все знают, а я не знала. Ну, уж не знаю. Если что, промотайте. Тайм-код в любом случае будет в описании. Короче, что надо делать? Волосы моем шампунем. Смываем шампунь. Они у нас влажные. Мы их пропечатываем, как правильно сказать, полотенцем. То есть, просто убираем вот эту лишнюю воду с волос, но они все еще влажные. После этого берем наше густое масло и хорошенько намазываем его на волосы. Особенно стараемся не там декор, не там я вообще, кстати, не мажу. Я начинаю где-то отсюда. И особое внимание уделяю кончикам, потому что чем волос длиннее, тем кончик суше. По крайней мере, у меня так. Вот кончики вообще прям не жалею, прям маслом со всех сторон. Так, потом сворачиваем волосы в гульку, крепим на голове и заворачиваем в пищевую пленку, ну, либо полиэтиленовый пакет. Я пользуюсь обычной пленкой. Это все дело нагреваем феном. Автор писал в течение пяти минут. Ну, я как получится, по ощущениям, так сказать. Но нужно все хорошенько прогреть, чтобы масла, которые здесь, если верить производителю, есть в составе и немаленьком таком количестве, чтобы они начали усиленно работать. Потом укутываем голову во что-то теплое. В моем случае это черная шапочка. И полчасика ходим в виде городской сумасшедшей. Пугаем домашних. Потом все это дело смываем. И все, собственно, высушиваем волосы тем способом, который вам наиболее привычен. Сегодня я сделала, кстати, эту штуку. В чем прикол? Ну, автор назвал это, так сказать, домашним ламинированием волос. Кстати, здесь же, по-моему, тоже написано с эффектом глазирования волос. Ну, я не скажу, это слишком громкие слова. Эффект более скромный, но он есть. Вот, например, у меня волосы очень тонкие. Они очень любят путаться. И, короче, путаться это их предназначение. Ну, и сами они тонкие. Хотела бы я сама быть такой тонкой, звонкой, как эти мои несчастные волосы. С этой штукой, вот, когда делаешь это масло таким образом, каждый волосок утолщается, как будто бы. Плюс волосы становятся безумно мягкими. Для них прям приятно дотрагиваться. Это реально кайф. Они какие-то гладкие, мягкие. И сухие кончики уже далеко не такие сухие. Поэтому тема классная. Волосы выглядят как-то более здорово. Нету, кстати, так много посеченных кончиков, потому что в последнее время у меня с этим прям большая проблема. Но вот после такой штуки проблема практически исчезает. Ну, скажем, процентов на 70-80. Я довольна. И, кстати, эффекта хватает мне, с учетом того, что я мою голову каждый день. Эффекта хватает, ну, дня на три, наверное. Мне кажется, если вы моете голову Эжи, то эффект продлится дольше. Короче, если у вас есть такое маслице, то попробуйте разок, ради интересного. Я, например, осталась довольна. Давайте с вами коснемся темы сывороток. Как я и сказала, сыворотка от Art & Fact не только эксфилировала кожу, но и увлажняла ее. Но когда мне пришлось ее отменить из-за того, что мой двухмесячный курс подошел к концу, встал вопрос о том, чем же теперь увлажнять кожу, не считая крема. И, пожалуйста, не смейтесь. Я купила сыворотку от Sefit Beauty. Честно говоря, не знаю даже такой фирмы, но это российский бренд. Я говорю, не смейтесь, потому что у меня есть вот такая упоротая крышечка. Те, кто смотрел мое видео про новинки белорусской косметики, возможно, помнят ту ужасную историю с кончиной пипетки у крема от Eloi, от тонального крема. И, собственно, именно от этой сыворотки я переставила пипетку в тот тональный крем. Поэтому для нее пришлось придумать вот такую вот смешную крышечку из фольги. Крем шапочку из фольги. Слушайте, ну зато ее эти псилоиды не заберут. Ладно. Ночная увлажняющая... Ночная? И тут у меня лицо человека, который все это время пользовался ей в основном по утрам. Короче, ночная увлажняющая сыворотка для лица с экстрактами киви и грейфрута. Короче, ребята, здесь очень много пищания, но я такой лошок, я ей пользовалась по утрам. И именно как увлажняющей сывороткой. И именно увлажнением от нее я прям довольна. Действительно хорошо увлажняет. Прямо похоже на всякие, знаете, сыворотки с гиалуронкой. Под действую. Мне такие штуки подходят, мне и эта сыворотка подошла. Но я не знаю, есть ли здесь гиалуронка. Здесь на втором месте, кстати, мочевина. Мочевина это очень хороший увлажняющий компонент. И пошли какие-то экстракты. В общем-то, состав достойный. По действию достойная. Но, например, сказать, что она там улаживает кожу. Или, например, что она отбеливает и массирует кожу. Нет, такого я не скажу. К выравниванию тона лица это вот к этой малышке. А это прям просто увлажнение. Да и все. Но увлажнение неплохое. Вот. Немножко такой размытый отзыв об этой сыворотке. Двигаемся дальше. Расскажу вам сейчас про питательную сыворотку. Вот уже где-то полтора месяца пользуюсь питательной сывороткой от бренда Маркел. Это белорусский бренд. Линейка Superfood. Ну или Superfood. Сыворотка для лица. Эховое питание. С макадамией и пеканом. Здесь очень клевый состав. Вот прям читаешь и душа радуется. Там тебе, по-моему, тоже, по-моему, на втором месте мочевина, если не ошибаюсь. Потом идут масла. В общем, все клево. Пахнет она... Вот это как раз-таки один из немногих продуктов, чей аромат меня раздражает. Хотя я читала отзывы, и многим он нравится. Кто-то его удачно сравнил с ароматом овсяной каши со сливочным маслом. Но если вы любите это блюдо, то вам зайдет. Я, например, овсяную кашу... Поэтому для меня и аромат, видимо, такого плана не очень. Ну, аромат, конечно, не главное. Тем более, он не слишком застревает на коже. Я его, в общем-то, не особо чувствую, если не принюхиваться. Само действие у сыворотки, оно довольно-таки простое. То есть, это питание кожи и смягчение кожи. Она не ловит звезд с неба. Она там обещает, конечно, какую-то там упругость, экстра питание. Но, как вам сказать, вот на эту сыворотку очень много положительных отзывов на самом деле. Она, кстати, достаточно бюджетная. То есть, она обошлась мне, если я не ошибаюсь, около 6 белорусских рублей. Ну, то, скажем, там, ну, 2,5 доллара. И за эти деньги, наверное, гришно. Просто гришно требует чего-то сверх того, что она дает. Потому что она, в общем-то, работает. Она кожу делает мягче. Она делает ее глаже. Она делает ее, ну, так сказать, напитанной. Хотя я не очень люблю это слово. Но напитанной не водой, а вот именно, как бы, напитывает вот этим маслицем. Вот этими такими, знаете, питательными веществами. И мне кажется, если нету особой проблемы с сухостью лица, если вы не любите тяжелые такие плотные текстуры, можно попробовать использовать вместо питательного ночного крема. Мне кажется, что тем, кто любит легкие текстуры, она в этом плане зайдет. Мне, к сожалению, ее одной не хватает. Нужно по-любому закрывать ее кремом. И иногда у меня складывается впечатление, что если бы я ее исключила из вечернего ухода, то ничего бы не поменялось. Потому что у меня неплохой, там, даже, скажем, хороший крем. И вот если оставить только тонер и этот питательный крем, то иногда мне кажется, что, по-моему, сыворотка ничего сверх этого и не делает. Ну, то есть, дополнительно. Иногда кажется, что делает. Короче, я остановлюсь такой размазнен, как каша, наверное, которая пахнет, как эта сыворотка, когда заходит от нее Эйч, потому что я не понимаю, чего мне от нее не хватает. То есть, она вроде хорошая, она вроде рабочая, но я почему-то все равно недовольна. Просто, знаете, я знаю, почему я недовольна. Потому что до этой сыворотки у меня была сыворотка от Миша Time Revolution. Вот эта вот известная очень их сыворотка. И вот это была просто богическая вещь. После нее кожа чувствовала себя на все тысячу процентов. Мягкая, как у младенца, сияющая. Такая прям кожа, которая ищет мне хорошо. И, конечно, на фоне той сыворотки это, как бы, немножко проигрывает. Но, как бы, с другой стороны, это очень нечестно сравнивать два этих средства, потому что и обещания у них разные, и ценовой сегмент у них абсолютно разный. Поэтому я замолкаю, если вы ждете именно смягчения кожи, именно питания кожи, попробуйте. Она не очень дорогая, но она действительно работает. Вот, я ухожу копить деньги на Миша. Я все сказала. Как у меня пересохло горло. Ну, слушайте, рассказывать про уход, это так сложно. Я в первой жизни пью зеленый чай с молоком. Это у меня не настоящее молоко, а овсяное. Ну так, своеобразно. Но прикольно. И прям легче говорить. Итак, с сыворотками все. Переходим к кремам. Ночной крем у меня закончился, и я очень жалею об этом, потому что это был крем от бренда Holika. Ахолика, кремского бренда под названием Good Sarah. И это крем с керамидами, или с сарамидами, можно говорить и так, и так. И какой же он был клевый. То есть, знаете, только когда он закончился, я поняла, что он был очень клевый. Потому что я попробовала другой крем использовать в качестве ночного, и я поняла, что тот крем прям проигрывает по всем фронтам. Как видите, вот, зиру, ноль. Но у меня есть фотка, чтобы показать вам хотя бы примерно консистенцию. Консистенция была плотноватенькая и маслянистенькая. Ну такая, в меру маслянистая, но вот чувствовалась вот эта вот, знаете, такая нотка маслянистости в креме. Я его использовала не соло, я всегда наношу вечером либо тоник, либо тонер, потом сыворотку, и только потом это все дело закрываю кремушком, еще вот на влажную кожу. И вот именно питание он давал коже достаточно много, ей прям хватало. Этот крем отличное приобретение, как по мне, для сухой кожи именно в зимнее время или там, скорее, просто в холодное время года. Потому что он как одеялочка, он такой классный, он действительно дает вот эту необходимую тонику питания для кожи. В летнее время уже соус-соу, потому что не всегда такую тяжелую текстуру хотелось наносить, а текстура действительно тяжелая. То есть я наношу этот крем, обычно стараюсь наносить его, ну, как минимум за час до ухода ко сну, а скорее даже за 2 часа, но как ни крути, все равно ты ложишься и ты прилипаешь к подушке. И я знаю, что многим, наверное, уже сейчас противно, и они не хотят этот крем. Действительно, эффект неприятный, но что есть, то есть. Зато действенно. Поэтому я не против немножко прилипать к подушке, чтобы получить ярко выраженный эффект. Пахнет он прикольно. Это крем, знаете, вот тут есть вот такие бальзамные нотки какие-то, как вот чуть-чуть отголоски бальзама-звездочки, но мне такое нравится. Ой, я прям кайфую. Крем от бренда The Siam с коллагеном. Бабаб коллаген. Крем этот идет в объеме 100 мл, что достаточно много, поэтому его так я и хотела использовать и как дневной, и как ночной, но нет, нельзя его. Для меня, по крайней мере, как ночной, особенно в зимнее время года, не подходит он мне слишком слабоват. Но как дневной, как база под макияж, в принципе, вполне себе заходит. Крем приятный по своим характеристикам, он легко распределяется, он не супер жирный, не супер плотный, скорее у него наоборот легкая текстура, поэтому он быстро впитывается. Им хорошо закрывать вот такие же всякие увлажняющие сыворотки. В общем-то, ничего плохого про него сказать не могу. Приятный аромат у него такой, знаете, свежекосметический, то есть это не пахнет особо ни фруктами, ни овощами, ни чем-либо еще. Это именно косметический аромат, но достаточно такой нейтральный и свежий, не затхлый. Но у меня, если честно, не покидает смутное ощущение, что такого плана крема я могла бы купить какого-нибудь белорусского бренда или польского, то есть гораздо дешевле. Однако, замечу, что я пользуюсь кремом где-то недели три, наверное, поэтому, возможно, это еще маленький срок, чтобы судить о нем до конца, и, возможно, он еще раскроет свой потенциал. Просто раз уж мы здесь разговариваем про уход, решила я его тоже показать и немножко похвалить. В целом, крем ничего плохого пока он мне не сделал, и по характеристикам он мне нравится. Мы подбираемся к концу видео, но на повестке дня еще два тонера. Два тонера белорусского разлива. К сожалению, первый бренда Mastish под названием Daily Vitamin я не покажу, потому что я его использовала и выкинула. И у меня нету никаких пруфов, можете мне не верить. Но он клевый, поэтому я хочу про него все равно рассказать. Сразу начну с того, что он не делает, он не сужает поры. Хотя, если я не ошибаюсь, это заявлено. Вообще, раньше я в своих видео говорила, что у меня расширенных пор нету, но с тех пор я их нашла. То есть, вот здесь у меня есть чуть-чуть расширенные поры, они не слишком сильно как-то выделяются или мешают мне жить, но, по крайней мере, им можно наблюдать, происходит с ними что-то или нет под воздействием уходовых средств. И, спойлер, нет, вот именно Mastish, ну почему спойлер, я уже об этом сказала, неважно. Короче, Mastish что-то не делает, что он делает, так это он классно увлажняет кожу. Консистенция у него чуть погуще, чем у водички. В общем-то, у него и у следующего представителя семейства тонеров одинаковая консистенция. Вообще, иногда мне кажется, что их разливали с одного котла, просто здесь отдушка другая. Они очень похожи между собой. Но Mastish мне почему-то понравился все же чуть больше. И я даже не могу объяснить адекватно почему. Mastish я использовала до конца, и я планирую повторить покупку. Там шикарный состав, и он действительно хорошо увлажняет кожу. А еще он очень классно идет, как именно первый элемент в уходе. Да, он чуть-чуть липковат, если его ничем не закрыть, но обычно тонеры закрывают сверху и сыворотками, либо же какими-то кремами, поэтому эта липкость не мешает делу. В общем, клевая штука, рекомендую попробовать. Относительно недорогая цена и хороший эффект. И очень, как я сказала, на него похож этот тонер. Тоже белорусский от бренда Selfie Lab. Selfie Lab Young, тонер для лица. Тут тоже классный состав. Вот смотрите. Вода, глицеин, мочевина, тоже напоминаю, это клевый увлажняющий компонент. Пантенол успокаивает кожу. Экстракт ромашки. Гиалуроновая кислота. Алантаин. Алантаин это тоже хорошая штука, она тоже успокаивает кожу. Потом еще какой-то экстракт. Ну и там потом уже что-то пошло. Ну и единственный момент, здесь на предпоследнем месте касторовое масло. Если вы его боитесь, если оно вам взбивает поры, имейте в виду. Не считая этого, состав прям замечательный. И по сути это средство тоже работает хорошо. Оно увлажняет кожу. Оно тоже оставляет за собой небольшой липкий слой, который, если его ничем не закрыть, сам собой исчезнет спустя какое-то время. И как бы штука прям годная. Но я не понимаю, почему я ее до конца не добил. Я вот сейчас думаю, возможно это из-за аромата. Аромат неплохой. Где-то уже такой у меня, кстати, встречался. Но, во-первых, он для меня какой-то синтетический. То есть я опять же не могу подобрать к нему ассоциацию. Кроме того, что как-то огульно выразится, что это косметический аромат. Косметический, сладковатый, лично для меня чуточку неприятный. Но на самом деле в нем нет ничего особенного. И я почти уверена, что вы на него внимания не обратите. Но поэтому я другой адекватной причины не могу найти. И почему я использую только половину этого средства. Ну, чуть больше половины. Здесь приличный, кстати, объем. 200 мл. И такой штуки вам хватит надолго. В любом случае вещь рабочая, вещь увлажняющая кожа. Поэтому, если не боитесь кастрового масла на предпоследнем месте в составе, рекомендую попробовать. И на этом средства, о которых я хотела вам сегодня рассказать, закончились. Оказалось, что про уход мне говорить гораздо тяжелее, чем про декоративку. Видимо, потому что я занимаюсь этим этко. И боюсь что-то забыть. Боюсь рассказать что-то лишнее. В итоге иногда приходится и записывать там. Что-то мне не нравится. Короче, да, сложно. Но надеюсь, что я справилась. И это видео вышло не косноязычным. Не раздражало вас. Наоборот, было информативным, полезным и интересным. Если это так, пожалуйста, поддержите видео пальчиком вверх. Это очень помогает развитию канала. Спасибо вам большое за ваши лайки. Спасибо вам за ваши комментарии. Кстати, насчет комментариев. Может быть, вы пользовались чем-то, о чем я сегодня упоминала. Если это так, то расскажите про свой опыт. И, пожалуйста, напишите, какого типа у вас кожа. Мне кажется, это будет очень информативно для девочек, которые пойдут посмотреть видео. И вот в комментариях найдут дополнительную информацию. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам замечательно отдохнуть, если у вас еще есть новогодние выходные. И, в любом случае, желаю вам хорошо провести время до моего следующего видео. Надеюсь, что мы увидимся очень-очень скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok